Пламя из преисподней. Жители дагестанского села преследуют огонь, возникающий без причин. Череда небольших пожаров всего за несколько дней уничтожила практически все имущество целого семейства. При этом определить источник возгорания не могут даже специалисты МЧС. Хозяева загадочного огненного дома в отчаянии, а в селе говорят о нашествии джинов. Так мусульмане называют потусторонних сущностей. Дмитрий Тимошихин попытался разобраться в этой жуткой истории. Лена, это первый случай, когда старожилы дагестанского села Чабанмахи не могут дать ни одного дельного совета людям, попавшим в беду. Огонь в считанные дни превратил жизнь самой обычной семьи в настоящий ад. Ковры, диваны, подушки, одеяло. В этом доме с недавних пор самовоспламеняются любые предметы быта. Даже обои на стенах готовы вспыхнуть в любую минуту. Приехала домой, увидела вот это все, когда вот горело все кровати, занавески, ничего целого дома нету. Я вообще вот в шоке была. Мерзанат Мерзаева с ужасом рассказывает, огонь, возникающий неоткуда, начал гулять по дому глубокой ночью. Предметы вспыхивали один за другим. Забыв про сон, обитатели жилища метались из комнаты в комнату, спасая свое имущество. В неравную схватку с огнем вступили и пришедшие на помощь соседи. Шамей Сулейманов вспоминает, что не сразу поверил своим глазам. Удивительное пламя словно играло с людьми в кошки-мышки. И эта игра продолжалась несколько дней. С одной стороны тушили, с другой стороны загорается, в другом комнате загорается. Огонь тоже такой непонятный, никакой обычный. Руку так-то он не сжигает, а вещи сжигают. Шамей Сулейманов уверяет, только при нем загадочный огонь появлялся более 30 раз. Бесконечные микропожары уничтожили почти всю одежду и постельные принадлежности хозяев. А началось все с этого сарая. Хозяйка дома Перзият Мирзаева говорит, что за одну неделю постройка горела трижды. Сначала когда загорелся, думала, может кто-то поджог, или дети что-то там. А когда второй, третий раз, уже я поняла, что там никто не поджигает. То, что возгорание и в сарае, и в доме не человеческих рук, дело подтвердили специалисты пожарной охраны. Владение Мирзаевых изучила целая команда из представителей экстренных служб. Но найти источник огня специалистам так и не удалось. Мы уже несколько раз там побывали, осмотрели дом, все. Потом приехала с района пожарная инспекция. По прибытию их мы вызвали газовую службу и электриков. Причину пожара выяснить не удалось. Имам Назим Зейналов уверен, все попытки объяснить череду возгораний неисправностью проводки или проделками, хулиганов бессмысленны. Судя по всему, в этих ЧП нужно винить нечистую силу. Само возгорание вещей, предметов определенных и так далее. Мы наблюдаем, это, скорее всего, связано с джиннами, с потусторонним миром. Они созданы из огня. Вообще, сущность джиннов – это огонь. Джинны точно знают, как превратить в сущий ад любое место, где живет грешник, говорит Назим Зейналов. В этом доме, может быть, эта семья или же до них совершали грехи, совершали какие-то неправильные поступки, что стало, может быть, каким-то притягательным местом, удобным местом для этих джинов. Сражаться с джиннами – занятие бесполезное, утверждает и мам, и Мирзаевы с ним согласны. Семья решила бежать из родного дома. Последней каплей стал сон, который приснился хозяйской дочери юной Аминат. Она встала и плачет. Мама, давай все вещи уберем из дома. Все вещи уберем из дома, а то у нас весь дом сгорит. А чего ты это сделала? Она говорит, что во сне один человек приходил ко мне, и он мне все рассказал. Она говорит, большой такой, на коне приходил, старый, пожилой такой человек. Теперь Мирзаевы скитаются по родственникам, но даже побег из отчего дома не помог семье. Мистический огонь преследует несчастных по пятам. Авторитетный имам Назим Зиналов не сомневается. Либо кто-то из фенов семьи серьезно согрешил, либо на людей наведена порча. И избавиться от нее помогут только специальные обряды и усердные молитвы. Продолжение следует...